Всем привет, ребятки! Меня зовут Максим. В общем, давайте я покажу вам такую штуку. Приходит ко мне человек в комментарии и начинает писать огромнейшую стену текста, вместо того, чтобы просто посмотреть канал, где так или иначе есть ответы на все его вопросы абсолютно. Меня это немножко даже бесит, потому что нахер я записываю видосики, да, если потом чел приходит вообще не в тот видос, который бы на все ему ответил, и начинает не в том месте писать о своих запросах, которые уже выполнены были на канале давно. Да? Ну, в чем прикол? Ему не впадло написать огромный текст, но ему впадло, типа, дальше не понимать, что делать. Ну, типа, короче, вы поняли, да? В общем, давайте лишний раз, лишний раз для, скажем так, ребяток, для которых какая-то информация все еще остается неочевидной, сделаем видосик и вот эту вот неочевидную информацию сделаем немножко более очевидной. Так, прочитаем первый вопрос. Откуда брать книги? Есть за таблички, есть за донат, есть за РБ. Понятное дело, новичка на РБ не возьмут, никого не возьмут на РБ в эссенсе, если только вы не в каком-нибудь супер привилегированном клане, который с разрешения отцов сервера ходит на РБ. Но я вам спойлерну, РБ это, в принципе, не то место, где фармят так или иначе шекели. Вот, и соло-игра, не связанная с варами и клановыми разборками, она максимально профитная в любом случае, поэтому по этому поводу можете совершенно не переживать. Вот, значит, доната нет. Откуда брать таблички, месяцами фармить голду или качать винов? Я не знаю, какие там месяцы нужны, чтобы нафармить голду. Я вот на своем бездонатном ЕЕшке нафармил за три месяца его существования, ну, я так скажу, порядка пяти коробок именно чистой АДНой, ну, чистыми ЭО-монетками, да, какое-то количество я из них уже так или иначе тратил или около того. Но было бы у меня желание, я бы нафармил, в принципе, на огромный процент тех книжек, которые нужны. Вот, значит, за таблички берутся у этого пацана книжки, если кому интересно, да, если кто был не в курсе, выбирайте свою профу, там, да, допустим, обменять свиток воинов. Здесь вот для всех воинов все вот это вот дело есть. Некоторые скиллы для изучения просто таблички требуют. Вот, как получать таблички? Ну, 10 табличек получаешь просто за взятие третьей профы. Вот, можно скупать за АДНу спокойнейший на рынке. Стоят они, по-моему, сейчас меньше 4 миллионов АДНы. Несколько табличек в день позволят скупать себе даже вот такой вот бездонатный сетап, как у меня в данный момент вообще проблем нету. Все необходимые книжки, таблички, ну, все необходимые книжки за таблички у меня уже сделаны. Но здесь, как бы, есть большой вопрос, да, большой вопрос. Мы открываем, допустим, умение, вот здесь вот есть изучить умение. И мы смотрим, какие-то скиллы там за таблички, да, какие-то книжки для изучения этих скиллов за таблички, какие-то просто за много АДНы и множество невыученных скиллов, да. Но нужно четко понимать, а нахер оно тебе надо, да, как what you need. What you need, what you need, да. То есть, к примеру, там, я не знаю, мет к смерти, вот, допустим, да. Если ты сливаешь мобов за 2-3 удара, нахер ее тебе проучивать, да, там, и какой-то лямчик тратить. Да, вот. Здесь, допустим, да, мастер схватки, минус получаемый урон. Если и так не убивают и не пробивают вообще, нахер надо. Подумать нужно 10 раз перед изучением каждого скилла. Вот, к примеру, мощь профессии. Вроде как прикольно, и физма, и мага атаку дает, да, и на СБ оба этих статай очень сильно нужны. Но насколько оно увеличит твой фарм, ты в курсе? Слава богу, если хотя бы плюс 5% к твоему ежедневному фарму эта штука добавит. Вот. Но у нас есть море других запросов, да, которые, возможно, прибавят побольше. И поэтому мы даже и не запариваемся. Самое удивительное, да, есть третье-уровневые вот эти вот бафы. Ну, это у каждого персонажа они абсолютно есть. Есть, к примеру, вот могущество души. Могущество души. Физ атака плюс 250, да. Но фишка в том, что это третий уровень. Четвертый, точнее. А у нас, допустим, выучен третий уровень, который дает 230. Итого, ты книгу могущества, которая, между прочим, стоит существенно денег, отдаешь на то, чтобы у тебя была статичная прибавка не плюс 230, а плюс 250 атаки, плюс 20 атаки. Конкретно статичные 20 атаки. И у тебя было 1618, будет 1638. Нужно оно? Нет, нахер не нужно. Поэтому, прежде чем вообще задумываться о том, где брать книги, ты для себя примерно, прикинь, нужны ли они тебе, да. И неужели нет ничего более выгодного? Потому что, я вам так скажу, огромное количество книжек, да. Вот, допустим, ЕЕшку мы можем открыть. Ей я немножко плотнее занимаюсь, нежели чем МСБ, понятное дело. ЕЕшка здесь как основа идет. Вот, владение усыплением. Мы не пвпшимся, мы только фармим на данном этапе игры. Нужно? Не нужно. Владение корнем. Нужно? То же самое. Не нужно. Заветная сила. Чем больше маг защиты, тем больше маг атаки. Не нужно на данном этапе, потому что этот потенциал нам пока что самым трудноосуществимым является. Прирост маны. То же самое. Нахер. Расширенный потенциал красок. Нахер. Вот. Благословение Сайхи. Нахер. Она и так не заканчивается. Защита профессии. В ПВЕ не нужна защита. Нужна только атака. Во всяком случае, на самых профитных для нас локации. Вот. Обнаружение. Не надо. Оживление. Не надо. Исцеление. Не надо. Мы просто бьем мобов. Да? Святой луч. Который стоит там, ну, не менее семи коробок. Нужен он? Да нет. Мы проблемы с маной даже не зарешали. У нас не столько мага-атаки, не столько откатов, чтобы мы могли эту штуку реализовать. Мы можем купить за семь коробок и будем даже немножко сильнее. Нужно это делать? Нет. Не сейчас. Попозже. Может быть. Сейчас точно не стоит. Белый страж. Ну, это же такая классная книга. Смотрите, сколько она всего дает. Да? Только действует она на 20 минут, а откатывается, скорее всего, больше 20 минут. Ну, то есть, это далеко не на постояночку баф, да? Два часа, может быть, он откатывается. Может, еще сколько-то времени. Смысла нет. Высвобождение. Это то же самое, что просвет. Нужно? Не нужно. Короче, куча невыученных скиллов. Да хренище невыученных скиллов. Мы их не проучиваем. Даже вот эту атакующую обилку не проучиваем. Почему? Потому что смысла ее дальше проучивать нет. Потому что и так проблемы с манной. И чем выше мы ее проучиваем, тем она больше начинает атаковать, но тем больше жрет. Вот, соответственно, у нас меняется соотношение единицы маны к единице урона, да? Маны гораздо больше требуется, нежели чем урона прибавляется при этом. Понимаешь, да? К расходу прибавляется больше маны, нежели чем к урону приходит дополнительного дамага. Вот. И все. Не проучиваем. Поэтому книжки забей. Ты просто увидел вот этот вот список невыученных книг и такой, а где на это все брать? А оно тебе не надо. Понимаешь? Вот. Месяцами там что-то фармить уже собрался. Господи, что за человек. Значит, смотрим дальше. Как профитней прокачивать пушку и шмотки? Камни адена, улучшение шмоток и вся фигня с апдейтами вообще непонятно. Опять же, возможно, я тупой. Не хотелось бы терять деньги или адену. Как сделать нормальный эффект зачарования? Крутить камень жизни? Или его тоже можно как-то апдейтить и пока не покупать. Есть, например, красный камень плюс 10. Я его куплю. И что будет рандомное свойство в пушке или определенные характеристики. Исашники. Давайте с исашников. Начнем. Для молодого нагибатора исашники это очень хорошо. Почему у меня, допустим, пушка без них? Потому что я хочу себе поставить... В каждую пушку ставится 3 исашника. 2 кристалла адена, 1 кристалл хардена. Или типа того. В общем, есть те, которые подороже в пушку, есть которые подешевле. Те, которые подешевле, можно поставить 2. Вот. Как это делать? Заходишь в игрового помощника. Здесь усиление услуги. Добавление особых свойств. Вставить кристалл. Вот. И дальше ты уже выбираешь себе какое-нибудь свойство. Вот. Какое свойство в первую очередь нужно? Но это зависит от правы. Вот чел все написал. Вот. Так. А. У него, кажется, шие. В общем, если у тебя шие, и ты начинающий пацан, ставишь себе магическую атаку, силу магических критов. Вот. Ну и, соответственно, главный камушек, там всего лишь 2 свойства. Тот, который один камушек вставляется. Он либо магический, либо физический. Магический, кроме всего прочего, помогает тебе еще расход маны пофиксить. Поэтому всем магам однозначно нужно ставить магические. Остальное на силу критов и на магическую атаку. Это самая универсальная штука, в принципе, для любого мага в плане набора камней. В плане, значит, кристалла... Ой. Ну, это вот, господи. Камня жизни. Да. В плане камня жизни. Ловишь, если у тебя вдруг они запечатаны и оказываются в инвентаре, так или иначе, там с боевого пропуска, допустим, да, вот такие вот можно себе словить. Поймал на маг атаку? Хорошо. Поймал на маг криты? Хорошо. Вот. Поймал на силу умений, всех или магических, тоже хорошо. Оставляй. Но целенаправленно что-то вылавливать, пока у тебя нет четкого понимания, что тебе вот именно это нужно. Пока ты теряешься, пока у тебя проблемы во внутрянке, если у тебя там не вставленные сашники, ничего такого, даже не думай с этими ЛСами заигрываться. Потому что это, когда ты уже там плюс-минус приоделся, ты можешь половить себе что-то интересное в пушечку. Но может уйти очень много, а получится в результате, типа, в любом случае не выше строго определенных значений. Поэтому заморачиваться с ЛСами я, в принципе, не рекомендую. Случайный шальной с пропуска залетел, вставил хотя бы какой-нибудь, пускай у тебя будет. Окей. Вот. Красный камень. Так. Что крафтить первым делом с минимум донатом 300-500 тысяч рублей? Камни или агатионы, или талики, или апдейтить символ, или опять же пушку. Акции. Ориентируйся на акции. Про акции я рассказываю буквально каждую неделю о том, какие акции вводят, и что сейчас выгодно сделать, а что невыгодно. Каждый профет, так или иначе, нужна какая-то своя внутряночка. Но, допустим, общий набор, да, можно взять, вот там, я не знаю, какое-нибудь дело. Ну, вот на шиешку, да, если у тебя шие, можно взять, как у меня. Вот эти вот штуки запечатаны, так или иначе, с акции ивентов можно их взять вообще на халяву. Либо взять дешевые ашные концы в магазе. Не обязательно МЖ брать. Можно взять НМ, можно взять Талум, можно взять ДК. Они не стоят ни хрена вообще. Они стоят буквально там по 20 монет концы ДКшные и верх и низ ДК. Вот, шлем какой-нибудь там, лишь бы просто маны чуть было побольше и все. Не заморачиваешься совершенно. Вот, вот эти вот внутренние штуки, это по акциям ориентируйся. Даже не думай просто что-то из воздуха мутить. Пушечку, так или иначе, запечатанную себе, опять же, купонами с акцией, можно сделать вообще супер дешево. Делаешь ее на 4, на 4 бесплатная заточка и все окей. Какой-нибудь рандомный символ в него, рандомный ЛС, если случайно он у тебя оказался в инвентаре и хрен бы с ним. Вот, допустим, бежа, можно вообще с НГ бежой начальной бегать и не запариваться. Вот, камушки с халявных каких-то ивентов. Талисманы, так или иначе, из набора за 9 тысяч, которые у тебя есть, насколько я понял. Агатионы, вроде как, даже и оттуда же. То есть, минимальный наборчик такой. Дальше ориентируйся по акциям по боевому пропуску. К примеру, если ты понимаешь, что по боевому пропуску в конце месяца ты получишь дофигища вот таких вот сундуков и точно сделаешь себе от плюс 2 до плюс 5. И даже не думай покупать в этом месяце, даже если удачная акция, какой-нибудь себе талисман властителя. Сэкономь деньги, перетащи на следующий какой-то удачный случай. Вот, нужно скрафтить какой-то минимум, ну, какой-то минимум, вот, тот, который независим от акций. Да, это про шмот, про пушечку. Вот, все остальное ориентируемшим на акции, хотя бы минималочку делаем. Камни минимальные, вторые, третьи. Талисманы, там, допустим, Ева третья минималочка. Талисман властителя дорогой, но он очень неплохо дает. Вот, на талисман Бенира хорошая сейчас акция была с дешевыми осколками, но я, к сожалению, не смог реализовать. Но я туда, типа, минимум самый закинул. Талисман Адена вообще выбивается конкретно в игре. Пошерсти канал, чтобы понять, где он выбивается. Я не буду уж совсем все раскрывать, да. Вот, кебер, кебер, можешь загуглить, что такое. Вот, ну, пояс хорошо бы иметь какой-нибудь там, хотя бы четвертый благословенный или пятый обычный. Это, опять же, с акций. Минималочка венца, это у нас четыре. Плащик, ну, хорошо бы стремиться к семи. Ну, насколько получится, настолько получится. Главное, с себя ничего не ломай. Занимайся коллекциями, да. Есть очень дешевые. Я здесь вообще не заполнял на Ешке коллекции, потому что нужна свободная Адена, а у меня сейчас вся в оборот уходит. Вот, ну, к примеру, вот на маг-атаку, да, если мы обратим внимание, можно посмотреть. Супер дешевые НГ-шные вещи из магаза. Некоторые, да, вот, к примеру, там, кольчужная рубаха, штаны демона. Их достать изи, изи, легче, чем изи. Цешные пушки, неточеные. Можно достать? Хотя нет, вот топор затмени, насколько я помню, чего-то. А может и не стоит, может быть, я путаю с другим. В общем, тоже можно справочки навести, понимаешь? И вот какие-то вот такие супер дешевые слотики вполне себе заполняешь и получаешь себе многом. То есть ты можешь взять бабки, которые у тебя ушли бы, там, допустим, на пушку, о, на книжку, которая сделает тебе следующий уровень воодушевления, который даст тебе, сколько магатаки, который даст, допустим, 330 и 300. Вот, разница 30 магатаки. На те же самые бабки можешь через коллекцию сделать гораздо большую прибавку к магатаке. Круто? Круто. Вот. Такие дела. Поэтому по расходам здесь нужно просто немножко вникнуть в тему. Не спешить, не теряться, изучать потихонечку бустяку, внутрянку персонажа. Все будет хорошо. Так, расход. Что покупать и что можно получать за квесты? Может, на левле до 80-го лучше закинуть Адену в Шторм Сайхи? Шторм Сайхи это исключительная штука, которая тебе, вот она, Шторм Сайхи, она исключительно дает плюс кач. Адену в нее закидывать, при том, что ты и так с очень скромным донатом играешь, смысла никакого нет. Моя ЕЕшка стоит без автозаюза Шторма Сайхи. Так или иначе, с халявных ивентов время от времени эти штуки залетают. Я юзаю в каких-то инстант-зонах, к примеру, да, просто так на постоянке, нет, Адену в Шторм Сайхи закидывать, чтобы персонажа сделать сильнее. Точно идея не очень. Духи стихий. Стоит ли апать их звезды и насколько это дает перерост? Довольно дорого и может вложиться в улучшенное оружие, непонятно. Ну, скажем так, скажем так. В первую очередь, зачем прокачивают духов стихий, как по мне, это ради защиты в PvP. То есть, чем больше они раскачаны, тем больше они защиты дают от стихийного урона других персонажей. Работяги заморачиваться с какой-то жесткой проточкой этих стихий я не вижу смысла вообще. Второй, третий уровень при желании сделай. Там, да, очень немножко камушков на это дело нужно, но, как по мне, легче просто максимум ресурсов кидать в то, чтобы сделать себе побольше л-монеток и, ориентируясь на хорошие акции, профит на своего персонажа апать. Можно заморочиться, но, скажем так, если текущих вопросов, если текущих акций много всяких интересных, можно и проигнорировать какое-то время. Вот, значит, фрагменты стихий извлекать или потом когда-нибудь профитно и туда вливать, голду вкладывать. Раньше было профитно, сейчас, ну, я не вижу в этом смысла вообще, даже не запариваюсь. Так, можно сделать пошаговый разбор прогресса перса. Шаг первый, одеваем, а ранг. Ну, это хороший первый шаг, на самом деле, да, но хотя бы там соточка л-монеток на это дело пригодится. Как я говорил, а ранг на самом деле крайне дешевый, ну, вот именно в плане шмота, если не МЖ, вот, если ориентироваться на мидовский или лоу ранг, то окей. Вот, потом прокачиваем и вкладываем голду в точки, чтобы ткнуть его на 5. Нету смысла, как по мне, вообще, вот, забей. Надел базовую шмотку, вот, и все. Пока что все будет таки. То есть я могу, конечно, сделать перчатки, там, величие на плюс 5. Что они начнут давать? 2% сила скиллов. Денег уйдет много, профита будет сгулькин нос. Вот. Поэтому нет, такое себе, такая себе задумка, то есть, ну, можно, конечно. Ну, ты что, защита нам необходима? Нет, нафиг не нужно. Вот. Зайти во всемирную торговлю или накопить на рынке на кристалл души АД на плюс 12. Вот. Но вообще я скажу так. Если ты хочешь что-то проточить, легче купить сразу проточенное, чем точить самому. Единственный вариант это, когда у тебя что-нибудь запечатанное, а ты хочешь это что-то сделать, допустим, в любом случае, там, на плюс 5, а у тебя нету пока что на плюс 5. То есть, втачиваешь запечатанное, вот, зашло, зашло, сломалось, купил готовое. Хрен бы с ним. Вот, вот такие вот примеры. Вот. Зайти во всемирную торговлю или накопить на рынке на кристалл души АД на плюс 12. Или для старта плюс 6. Хватит. Первым берешь кристалл души, тот, который вот этот вот дорогой. Но опять же, нужно понимать, зачем ты его берешь. Плюс 7% магатаки. Ну, он дает, как бы, несколько свойств. В том числе и сильный мано-реген. На шиешке нету проблемы с мано-регеном. Вот. Поэтому можно особо и не спешить начать с дешевых кристаллов, которые, там, через усиление твоих критов будут поэффективнее работать. Которые тупо фиксированное количество магатаки дадут, которое будет больше, чем вот этого кристалла. То есть, все нужно сопоставлять. Нужно... Я могу вот на это потратить, а могу вот на это. А вот это даст столько, а вот это даст столько. Сопоставляешь и плюс-минус прикидываешь. Вот. Дальше. Дальше, 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 дальше. Выточить минимум плюс пятый венец. Или венец не нужен и нужна подвеска плюс два минимум. Какая удачная акция в текущий момент идет, да? Вот на то ты и ориентируешься. Я каждую акцию разбираю. Я говорю, акция хреновенькая, но если вообще никакого венца нет, можно попробовать сделать себе хотя бы четвертый через нее. Это будет окей. Вот. И ты такой. Отлично. Делаем сегодня венец. Кидаем именно в это дело ресурсы. Понял, да? Вот. Но опять же, если венец нужен. Потому что итемы, они специфичны. Вот. То есть, венец не усилит твою автоатаку, если ты играешь на автоатакере. Понимаешь? Чем больше ты кастуешь скиллов, тем эффективнее будет венец. Если ты кастуешь только скиллы вообще без автоатаки, венец, конечно же, нужен. Вот. Но венец будет усиливать твои удары только когда он прокнул и на тебе висит вот этот вот 8-секундный триггер. Поэтому венец, ну, хорошая акция на него есть. Можно сделать. Является он каким-то ультимативным? Совершенно нет. Тот же плащик, допустим, да, если мы... Ну, то есть, если у нас идёт две акции и на плащи, и на венцы, делай себе плащ. Плащ даёт прибавку от плюс 7 к критам всегда, а не только во время прока, как венец. Плащик даёт прибавку к опыту. Чем быстрее ты прокачиваешься, тем скорее ты освоишь новые скиллы. И за счёт хорошего уровня начнёшь сильнее критовать по мобам, которые, соответственно, будут уже помладше тебя. Ну, всё ещё не синие, но уже помладше, и ты по ним лучше из-за этого критуешь. Хорошо, хорошо. То есть, сопоставлять нужные итемы. Это вообще тема очень широкая, какие итемы в первую очередь, каким персонажам нужны. Вот, я предлагаю просто ориентироваться на акции и сделать всё себе из нужного. Хотя бы на минималочку, потом дальше ориентироваться на акции, смотреть на цены на рынке, следить за ними. Выделить для себя несколько итемов. Вот. И, соответственно, планомерно осуществлять их освоение. Вот. Подвеска плюс два минимум. Ну, подвеска плюс два минимум, да, хорошо бы. Просто, мне кажется, надо брать каждый слот в инвентаре и оценивать его важность и характеристики по 10 или 100 бальной шкале. Нет такой фигни. Какие-то итемы чисто ПВЕшные, какие-то чисто ПВПшные, какие-то со смешанным потенциалом, но с упором там больше на ПВЕ или на ПВП. Одни итемы нужны одним персонажам, другие итемы нужны другим персонажам. Какие-то хорошие, сильные итемы на одних персонажах будут совершенно бесполезны на других персонажах. Понимаешь? Кому-то нужно делать упор в манно-реген, кому-то не нужно делать упор в манно-реген, кому-то нужно разгонять откаты, кому-то не нужно разгонять откаты. Кто-то очень легко уходит в кап вероятности крита, и для него всегда нужно делать выбор именно в пользу силы критов, а не вероятности, потому что там кап очень легко набрать. Да, я сейчас про магов говорю. Кому-то, наоборот, нужно делать на вероятность крита. Во всяком случае, там, на первом периоде этапа развития персонажа, понимаешь, да? То есть, а потом уже нужно будет менять свой упор. И на каждом персонаже все очень по-разному. Бывает такое, что локации, в которые тебе было бы круто пойти, они слишком сильно заняты, и тебе нужно идти в другие. А в других локациях тебе гораздо более важны другие вещи. Вот, к примеру, ЕЕшку моего, если переместить вот сюда, ему будет очень хорошо и очень комфортно. Вот здесь вот под ГЦ. Но он стоит в круме, потому что здесь профитнее. Вот, но здесь у него заканчивается манно, потому что каждому мобу нужно много кастов, понимаешь? И хорошо бы ему подразогнать вероятность крита. Ее, конечно, здесь очень легко, как на любом другом маге, подразогнать, да? Но здесь за счет уровня она в любом случае подрастет. Но здесь начинаются проблемы с манной, проблемы с критами. Здесь таких проблем нет, понимаешь? Просто локацию поменяли. В пределах примерно одной и той же уровневой группы, а уже совершенно другие запросы. И как ты предлагаешь итемы оценивать, когда просто от смены локации на одном и том же персонаже уже меняются такие запросы? Это невозможно. Поверь, если бы такую систему было возможно сделать, ее бы уже давно так или иначе кто-нибудь размутил. Я бы размутил. Но это просто невозможно. Например, вот пушка. С ней можно сделать это, это и вот это. Это много денег, это мало. А вот про это вообще лучше забыть. Ну, пушку седьмую сходу делать не нужно. Это не секрет. Вставлять типа камушки там от 15 и выше уровней в пушку. Вот прям сходу тоже смысла нет, потому что разница по ценнику очень огромная. Но ты же и сам можешь посмотреть, какой Сашник на каком уровне дает какую прибавку. Да? И если 15 стоит типа в два раза дешевле, чем 18, ты можешь оценить. А дает ли он в два раза большую прибавку? Ни хрена он не дает. Поэтому берем то, что эффективно по бабкам и окей. Но при этом можно, допустим, там 15 сопоставить с 8, да? А там 8 стоит там в полтора раза дороже, а дает типа в два раза дороже. Ну, в два раза меньше. Вот. И уже от этого дела отталкиваешься просто на какую-то вот такую вот эффективность и начинаешь рассчитывать. И это окей. Но опять же, это какая-то статичная прибавка там, допустим, может быть. А другая может перемножить другие твои статы. А кому-то удобнее на криты, допустим, рассчитывать. Кому-то еще на что-то. Поэтому здесь нужно изучать своего персонажа и потихонечку, просто понимая механику игры, накидываться на те или иные вопросы. Вот. Дальше. Понятно, что есть акции. Лучше покупать определенные предметы в акции. Но, возможно, мне до того, как покупать акционные шмотки, надо минимум третий пояс. Третий пояс нет смысла. Минимум это четвертый благословенный, либо пятый. Вот. Но именно упарываться в них, если у тебя ограниченный донат в месяц, смысла никакого нет. Вот, допустим, в июне была отличная акция в боевом пропуске. Я себе сделал пятый благословенный пояса просто из воздуха. Прикольно? Прикольно. Если нет возможности их получить, ну, стой в тех локациях, где тебя мобы не сильно убивают. Если, там, допустим, просто уже других вариантов нет, ну, закупай чуть побольше баночек. Даже без пояса можно, в принципе, так или иначе подхиливаться. Вот. И, как бы, в первую же акцию, которая позволит хотя бы как-нибудь поясочек себе сделать, просто попробуй вкинуть определенное количество ресурсов. Но, опять же, упарываться очень вредно. Упарываться во что-то, не видеть вообще вокруг себя ничего другого смысла нет. Потому что, может, тебе и не нужен пояс на твоей шиешке. Может быть, ты чуть-чуть увеличишь магическую атаку, мобы перестанут просто доходить до тебя. Они будут гораздо быстрее бивать. Может быть, пару уровней поднимешь, и они до тебя просто уже не смогут дойти, потому что гораздо чаще критовать по ним начнешь за счет своего уровня. А на тебе будет висеть пояс, а пояс, главное, что дает, это увеличение эффективности банок, и пояс будет тебе не нужен. Он будет висеть просто так по приколу, да. А все, что тебе нужно было, это взять просто пару уровней. Поэтому упарываться совершенно не нужно. Сделал определенную ставочку на определенный сетап. Зашло, не зашло. Посмотрел на какие-то другие запросы, которые есть у персонажа. Вот. Хорошая акция, стоит все вкинуть вот прям конкретно в нее. Классно, классно. Вот. К примеру, сейчас у нас проходит третья неделя ивента штурма башни Ильмарадена. И можно будет, значит, на шестой этой неделе сделать себе, опять же, из халявных ивентовых итемов, некоторые интересные штуки. Правда, я прямо сейчас не могу сказать, где это у нас. Здесь, так, ну это же создание. Ну да, это создание. Так. А, обмен. Обмен. Точно. Вот. Ивент. Вот. Знаки хранителя Ильмарадена. Сейчас их максимум три, может быть, у тебя. Да. Вот у меня два. Я пока что еще... Но я успею до конца не делаю. В любом случае нафармить. Вот, к примеру, ларец уровень 3. Каждый значок можно будет обменять на ларец уровня 3. Вот. Но здесь еще нужно будет по 3 миллиона адены. Выгодная эта штука? Очень выгодная. Гораздо более выгодная, нежели чем любая другая дресня, которая здесь представлена. Вот. А где я об этом рассказал? А рассказал в своем обзоре акций текущих. Поэтому, да, здесь потребуется много адены. Чтобы все знаки хранителя реализовать, понадобится порядка 120 миллионов адены. Но я какое-то количество L-монеток просто так или иначе переведу в адену и реализую. Почему? Потому что это очень выгодная штука. Вот. Но здесь нужно понимать. Как бы вот эти вот все моменты. Может быть в текущем состоянии для Ешки-то и эти камни особой роли не сыграют. Просто сейчас очень удобный момент, чтобы их сделать. И там реально себе размутить типа 4-5 камни. И это круто, и это классно. Этим нужно пользоваться определенно. Не то чтобы супер нужны они в данный момент, еще раз говорю. Но сделать их можно сейчас. Очень доступно. И рано или поздно они в любом случае понадобятся. Вот. Читал комментарии к видео. Основной класс ШЕ. Обзоров много на ШЕ, но почти все топ. Но как я понимаю, так чтобы одеться, надо или закинуть рубли, фармить адену 5 лет. Хотел бы видеть общий гайд. Так и расшириться понимание к другим классам. И сколько в них надо влить. Ну, на самом деле, на самом деле, возможно, имеет смысл подобные запросы принять мне во внимание. Да, действительно, у новичков есть огромные непонятки. Ну, главное, не упарываться ни в какой конкретный итем, ни в какую конкретную акцию. Потихонечку, потихонечку выяснять так или иначе, что для твоего персонажа из экипировки стоит на первом месте. Вот. Можно всегда отписать мне в Telegram. Есть ссылочка на... Под каждым видосиком. Пишешь, кидаешь скриншоты. Я тебе голосовуху отправляю, над чем тебе стоит в данный момент поработать. И все будет окей. Но понимание того, что нужно, оно приходит во время игры. Вот. Огромное спасибо за внимание, ребятки. Надеюсь, кто-то для себя какую-то интересную информацию приоткрыл. Не знаю. Предлагайте в комментарии, возможно, какие-то интересные форматы таких вот роличков для новичков. Чтобы мы сделали, ну, там, на базе пяти, там, семи роликов какую-то вот базу, которую каждому новичку нужно будет просмотреть и понять и усвоить. И усвоить, вот, где будет самая необходимая информация по шмоту, по акциям, по внутрянке и так далее. Вот. Если кто-то интересную такую хорошую структуру мне предложит подробную, может быть, мы потом вместе с этим человеком поработаем. Я готов даже коробочками заплатить, если уж на то пошло. Главное, чтобы на канале... Вот база вот эта вот. Да, чтобы ребяток можно было спокойно отправить. Иди. Там все объяснено, что только можно. Останутся вопросы, готов ответить. Вот, к примеру, так. Ну и все, увидимся в следующих роликах. Всем пока.